Добрый день, информационная служба Телерадо компании Гомель протягивает свою работу в эфире. У студии для вас працует Евген Поболовец. У Гомеля прошло посаджение областной комиссии по выборах депутатов Палаты поставников Национального схода Республики Беларусь. Головное питание по радку дня – организация работы участковых комиссий по час голосования. Наши корреспонденты ознайомились с подробностями. Створить якмага больше комфортные умовы для проведения голосования – это, бадай, головная задача, як непосредных членов участковых комиссий, так и усих структур, что мают непосредное дочинение до выборов. С наступного тыня во всех подразделениях Гомельского филиала Республиканского унитарного предприемства «Белтелекам» почнут працавать дежурные. И они повинны забеспечивать беспропинную совесть участков с округовыми и областными комиссиями. Про возникнение надзвычайных ситуаций дежурные задейничают резервовые телефоны и крыницы селкования. В связистые области готовы к проведению данного мероприятия. Будет полностью обеспечено все виды связи, которые мы предоставляем, а также проведение конференции как с Центральной избирательной комиссией, так и в районах области. Занятки с членами участковых комиссий провели и супрационники Министерства по незвычайных ситуациях. Тут основная увага надавалась наявности сродков пожара тушения из дольности членов комиссии корыстаться ими. Непосредственно подчас голосования на участках будет организовано дежурство выратовальников. Забеспечивать парадок у этой дни будут и супрационники милиции. На переддни они завершили проверку у всех участков. По ее выниках накировали 15 поведомлений об выявленных недохопах. А проща того, зараз в Управлении внутренних справ завершены разлик сил и сродков, необходимых для надзейной работы. Будет во время досрочного голосования и в день выборов осуществляться охрана общественного порядка именно на избирательных участках. Поэтому уже были обследованы все участки, в том числе подъездные пути с сотрудниками ГАИ, были обследованы участки для голосования. И органы внутренних дел 5-го числа заступают на службу именно по осуществлению охраны общественного порядка и охране избирательных участков. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Максим Славин. Телерадио «Компания Гомель». 6-го вересня распочнется до терминовое голосование. До 2-го вересня свороты кандидатов у депутаты Палаты Простовников Национального Схода Республики Беларусь можно почуть у эфиры Радио «Гомель-ФМ» с 7 до 8 годин ранецы. Марафон перед выборных выступлений по телебачене на Гомельшине завершены. Али с 1-го вересня кандидаты знову з'явятся на телекранах и будут вести дискуссии в межах теледебатов. Яны выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». Початок о 19-й године. Сочицы за анонсами у информационных выпусках. Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомель отбылась агульнагородская акция «Сберем портфель разом». Яна накерована на оказание допомоги детям, яке знаходятся у тяжкой житевой ситуации. Что год у делу акции принимают городские улады, шматлики организации и предприемства. Сегодня святошные атмосферы выхованцы Гомельского городского социально-педагогичного центра отримали приналежности, необходимые для занятков, от старшини Гарваканкама Петра Кириченки. Усяго урушено 12 школьных комплектов. Гомельский городский социально-педагогичный центр различен на детей от 3 до 18 годов. Тут и они знаходятся до полгода. Терпляют сюды по разных причинах уборщицы своей за безотказного выполнения своих обовязков батьками. Организаторы акции попробовали подарить детям, яке знаходятся у тяжкой житевой ситуации, як мага больше тепла и клопоту. Подчас своего выступления Петр Кириченко пожадал школьникам отримать добрую адукацию, а головное – расти здоровыми и счастливыми. Я хочу всем им пожелать, чтобы все планы, которые они себе наметили, малые и очень грандиозные, большие, все обязательно сбылись. Потому что человек образованный, я думаю, что эти планы в основном, конечно, связаны со школой, с учебой, чтобы все их мечты, все их самые сокровенные желания обязательно свершились, потому что только человек образованный может в жизни достичь того, чего он мечтает. Потому что чудес не бывает. Надо к этому стремиться, надо многое знать, тогда все получится. Успехов вам, дорогие ребята! Старшиня Гомельского Гарвы Конкама Петр Кириченко не обмежавался только уручением портфелев. Так само в якости подарунка Гомельский городский социально-педагогичный центр отримал сертификат на набытье огольнявого обсталявания. У свою чергу дети пообицаали организаторам акции прилежным учиться. Затым у всех присутных запросили на святочный концерт и фотосессию на память. Лишенные дни застаются до святкования дня белорусского письменства в Рогачеве. У райцентра завершает приготовление. Вся рода сделана реконструкция центрального футбольного стадиона и двух городских парков. Бадай одним из самых значимых объектов станет Дом книги имя Владимира Короткевича. Яшед официнного открытия установы наведал Дмитрий Котов. Будинок, где разместился Дом книги, мая цикавую историю. С момента завершения будовництва в 1909 году тут находилась земская управа. Раз в 15 годах – Палац працы. У послевоенных шанс при мошкании Першего поверха были пристосованы под кинотеатр, а позднее – под библиотеку. Все лета после проведения капитального ремонта тут заявился и магазин «Першоцвет». Пакулион працуе у тестовым режиме, однак яго супрацовники уже отзнашают великую текавость сяроджихароуя Крагачовского, так и суседних районов. Люди узнают, идут, нравится, говорят, что магазина у нас такого, ну, прям, ну, катастрофически не хватало. Вот, идут. Учителя. Раньше все наши учителя ездили в Минск и в Гомель за литературой, которая им нужна. Вот, сейчас все есть на месте. У доме книги так само будет працевать отдел для юных читачов. Ранее он знаходился у иншим будинку и не отповедал сучасным потребованиям. Зараз для детей створены комфортные и утульные умовы. До того ж, их обязают радовать разностайными займальными гульнями и викторинами. Эта библиотека была очень маленькой, а сейчас она больше, просторней и красивей. Звертаюсь на себе увагу и оригинальные творческие декорации помешкания у дома книги. На приклад на стене у хронологичном парадку намалеваны книги белорусских письменников от библии Франциска Скарыны до сучасных творов. Еще один текалый экспонат – незвычайный литературный годинник. На циферблатик вместо цифр будут присутствовать книги, в названии которых присутствует определенная цифра. Например, вместо цифры 3 – 3 товарища, 12 – 12 стульев. Ну и так далее, и так далее. Единственная загвоздка – механизм прибудет немножко позднее. Это будут стрелки более полуметра, большие, тяжелые. Механизма нет в Беларуси, он едет к нам из-за границы. Но на день письменности он к нам доберется, и в день письменности часы дают свой старт. Традиционное свято-письменство проводится в городах, центрах белорусской осветы. Рогачев безумовно относится до таких, и со заявлением Дома книги тут будут протягнуты славные традиции, закладенные шмат годов тому. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачева. Дарыши про программу святкования Дня белорусского письменства у Рогачеве и про іншую значную подъю в культурном житии региона сегодня пойдет разговор о программе «Деялог». Гостей студии станет начальник Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодей Абл-Ваканкама Ирина Давгала. Глядите программу «Деялог» у прямом эфира на телеканале «Беларусь-3» сегодня в 19.20. Номер телефона у студии 77-68-45. И об спорте. Ганбол вертается на спортивные арены Беларуси. Уже в ближайшую суботу стартует первый этап 25-го чемпионата Украины сероджаночных команд. «Гомель» почне з выездной гульни супрать городничанки. Мужины уступят в боротьбу за узнагороды чемпионату 10 вересня. До речи, гомельские ганболисты завершили программу межсезонных спаррингов международным турниром. Кроме господару ганболистов Гомеля, у «Дело» турниры приняли дублирующий состав Брестского ганбольного клуба, проставник чемпионату Молдовы Тираспольский ПДУ «Сдюшар» и украинский клуб «ЗНТУ ЗАЗ». Три матча за три дни. Добрый способ проверить узровень як физичной, так и тактичной подрыхтовки команды. По слову головного тренера Гомеля Сергея Цеханкова, ганболисты находятся амали в оптимальной форме. А все недохопы у гульни еще можно выправить до старта чемпионата. Некоторые кадровые проблемы дозволили дать больше гульнявого часу резервистам, хоть основана увага ведущим ганболистам. У нас небольшая игровая практика, поэтому приходится каждую игру по максимуму использовать основных игроков, чтобы дать вначале им войти в игровой ритм, а потом уже вторым составом. Гомель стартовал с поражения от «ЗНТУ», подвела реализация «Момонтов». На наступный день господары реабилитовались, обыгравши ПДУ. Завершился мини-турнир для гомельшан на мажорной ноте – перемогой над БГК-2. У вынику первое место досталось украинцам. Далее разместились Гомель и БГК-2. Замкнула квартет команда ПДУ. Эти инши новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершенный. У студии працював Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин